Здравствуйте дорогие друзья любители географии сегодня мы с вами познакомимся с очень интересной частью атмосферы это с особенностями циркуляции мы уже с вами на прошлых занятиях говорили о ветрах причинах их формирования и выяснили что ветры есть глобальные то есть постоянные ветры которые существуют в атмосфере из-за поясов постоянного атмосферного давления напомню вам что ветер это горизонтальное движение воздуха над поверхностью земли из области высокого давления в область низкого давления и в силу того что он у поверхности земли формируются пояса относительно постоянные высокого и низкого давления и формируется система постоянных ветров как то например посадная деятельность в северном полушарии это северо-восточные посады которые дуют постоянно в южном полушарии юго-восточные посады от тропиков к умеренным широтам формируется западный перенос настолько мощный что постоянно приносят порции морского атлантического воздуха на европейскую часть евразии и этот западный перенос может даже влиять на погоду и западной сибири хотя в уже очень ослабленном состоянии но а в южном полушарии так как это скажем так открытое пространство океанов то там формируется даже мощнейшее течение западных ветров ну и от полярных широт к умеренным северном полушарии дуют северо-восточные ветры а в южном полушарии стоковые ветры с антарктиды юго-восточного направления также мы с вами разобрали и сезонные ветры такие как например мусоны которые формируются в тропических субтропических широтах на восточных побережьях материков и наиболее скажем так характерная область мусонного климата и зона действия мусонов это юг юго-восток и восток азии именно там формируются классические мусоны которые меняют свое направление два раза в год и зимой они устремляются суши в сторону океана потому что суша охлажденная суша в зимний сезон естественно на дне формируется высокое давление океан более теплым медленно остывает и мусоны дует суши в сторону океана а вот летний мусон который формируется над океанами меняет свое направление из в летний сезон дует с океана в сторону суши принося большое количество осадков поэтому такие реки как янцы хуанхэ амур и индганг эти реки наиболее полноводные в летний сезон в сезон мусонных дождей но не только сезонные ветры существуют на планете есть еще и местные ветра которые связаны с какими-то водными объектами достаточно крупными ну например побережья морей или побережья крупных озер и опять же из-за неодинакового нагревания и охлаждения суши и вот этих водных объектов формируются еще и суточные ветры или ветры местные которые могут формироваться и по сезонам но например это дневной ночной бриз который ярко проявляет себя на побережье озер и морей особенно в теплое время года когда вот эта разница между температурой и следовательно давлением водного объекта и суши конечно очень сильно отличается но не только ветры являются очень важной составляющей общей циркуляции атмосферы что же такое общая циркуляция атмосферы это система взаимосвязанных ветров воздушных масс циклонов антициклонов и атмосферных фронтов и вот наша с вами задача понять сегодня что же такое воздушные массы как формируются атмосферные про фронты и какую роль они играют формирование погоды у поверхности земли вопрос очень интересный но достаточно сложный тут нужно четко понимать разницу между воздушным массой и ветрами все-таки ветры это горизонтальное движение воздуха а воздушные массы это большие объемы воздуха в тропосфере которые отличаются однородными свойствами такими как температурой влажностью прозрачностью или запыленностью и эти большие объемы воздуха тропосферы сами перемещаться не могут их перемещают именно ветры в зависимости от того на какой территории ну конечно прежде всего это географическая широта формируются воздушные массы выделяют 4 зональных типа воздушных масс какие же это зональные типы и какими свойствами они обладают в основном зональные типы воздушных масс формируются в основных климатических поясах всего на земле 13 климатических поясов это экваториальный 2 тропических 2 умеренных арктический и антарктический то есть 7 основных поясов почему они основные но потому что большую часть года в них преобладает постоянная воздушная масса за исключением умеренных широт переходными являются те климатические пояса в которых воздушные массы меняются по сезонам года почему это происходит мы поговорим чуть позже какие же свойства зональных типов воздушных масс в экваториальном климатическом поясе круглый год жарко и влажно и здесь формируется экваториальные воздушные массы которые характеризуются низким атмосферным давлением восходящими токами воздуха и к тому же это жаркие и влажные воздушные массы независимо от сезонов года и неважно над какой подстилающей поверхностью сформировались эти воздушные массы над континентами или над океанами а мы с вами говорили что подстилающая поверхность характера подстилающей поверхности а это очень важный климатообразующий фактор поэтому когда в ту или область земного шара приходят экваториальные воздушные массы то соответственно они устанавливают жаркую влажную погоду второй зональный тип воздушных масс формируется в тропических широтах и характеризуются они высоким атмосферным давлением где преобладают нисходящие потоки воздуха а следовательно эти воздушные массы приближаясь к поверхности земли прогреваются и еще больше удаляются от насыщения влагой поэтому в большей степени тропические воздушные массы особенно если они сформировались над континентами например над сахарой величайшей пустыни мира которая занимает площадь порядка 9 миллионов квадратных километров или над пустыне калахари или над австралийскими пустынями эти воздушные массы круглый год жаркие сухие сильно запыленные поэтому естественно они устанавливают очень жаркую и сухую погоду круглый год а вот если воздушные массы сформировались в районах теплых течений например индийского океана или тихого океана то конечно теплый влажный воздух может содержать очень много влаги это морские тропические воздушные массы и они будут жаркими и влажными круглый год также как и экваториальные воздушные массы третий зональный тип это умеренные воздушные массы или воздушные массы умеренных широт здесь давление разное оно зависит от сезона года и над суши океаном по сезонам будет устанавливаться разное давление зимой над теплыми океанами давление более низкое над континентами более высокое в летний сезон наоборот над остывшими океанами давление повышается а над материками которые сильно прогреваются в летний сезон устанавливается пониженное атмосферное давление но вот конечно эти воздушные массы характеризуются разными свойствами во все сезоны года ну и арктические или антарктические воздушные массы их индекс а вы можете увидеть на климатических картах или синаптических картах характеризуется высоким давлением это холодные воздушные массы с низкими температурами а следовательно они не очень влажны я бы сказала даже приносит очень мало осадков так что в зависимости от характера подстилающей поверхности мы можем выделить в тропических воздушных массах в умеренных воздушных массах под типы континентальные морские и они будут обладать несколько разными свойствами которые вы можете увидеть на этой иллюстрации перемещаясь светами от центров высокого и низкого давления конечно же эти воздушные массы определяют характер погоды данной местности то есть характер погоды в той или иной местности зависит от того какую воздушную массу принес данный ветер и конечно же если рельеф равнины воздушные массы могут перемещаться на очень большие расстояния как например западные ветра переносят морской воздух умеренных широт теплый влажный в зимний сезон эти западные ветры несут на восток относительно теплые но относительно теплые то есть положительной температуры и очень влажные воздушные массы которые приносят к нам оттепели сырую погоду но продвигаясь дальше на восток например западную восточную западную сибирь доходя вплоть до енисея их свойства несколько меняются температура понижается влажность уменьшается и вот такие изменения вас свойств воздушных масс называется трансформацией воздушных масс безусловно когда воздушные массы сталкиваются друг с другом а это неизбежно то на границе взаимодействия вот разных по характеру воздушных масс формируется очень интересные переходы на и зоны то есть зоны контакта но давайте представим себе такую ситуацию которая например видна на этой иллюстрации запада с атлантического океана пришли достаточно теплые воздушные массы теплые для зимнего сезона с положительной температурой с достаточно большой насыщенностью влагой но на европейской части россии особенно в северной части они вдруг столкнулись с континентальными воздушными массами умеренных широт над континентами зимой холодно воздух сухой что же происходит вот в такой зоне контакта конечно теплые воздушные массы начинают охлаждаться при охлаждении они уже не могут содержать столько влаги сколько содержали будучи теплыми и конечно начинается конденсация влаги выпадение осадков охлаждение теплого воздуха и такая переходная зона может протягиваться на десятки километров в ширину на сотни километров в длину и на 1-2 километра высоту это и есть формирование атмосферных фронтов так что действительно это переходная зона в тропосфере между двумя смежными как контактирующими друг другом воздушными массами с разными физическими свойствами то есть температурой и влажностью прежде всего атмосферный фронт возникает при сближении встречи масс холодного теплого воздуха прежде всего в нижних слоях атмосферы но иногда конечно это затрагивает и более верхние слои именно тропосферы охватывая слою мощностью до нескольких километров между ними между этими разными по свойствам воздушными массами образуется очень интересная наклонная поверхность раздела то есть вот эта переходная зона которая и называется атмосферным фронтом ну вот посмотрите пожалуйста холодная воздушная масса и теплая воздушная масса вот они столкнулись в нижней части тропосферы и в зоне инх контакта образовалась вот такая переходная зона которая всегда наклонена в сторону холодного воздуха ну а что дальше будет происходить с этими воздушными массами вы помните что теплый воздух более легкий холодный более плотный и стелется по поверхности земли поэтому обычно теплый воздух начинает подниматься по этой фронтальной поверхности то есть зоны раздела теплого и холодного воздуха начинает охлаждаться и конечно же формируются осадки то же самое происходит когда холодный воздух приходит на смену теплому только он оттесняет теплый воздух вверх и конечно же эти воздушные массы теплые воздушные массы поднимаясь вверх охлаждаются и опять же начинается процесс конденсации влаги и выпадения осадков вот если мы с вами посмотрим на данную иллюстрацию мы видим что теплая воздушная масса постепенно меняет холодную воздушную массу и при этом происходит выпадение осадков повышение температуры теплый воздух всегда связан с более низким давлением поэтому конечно же это связано с возникновением очень ветреной погоды с обильным количеством осадков с формированием облаков и таким образом формируется теплый фронт который говорит о том что происходит постепенное повышение температуры потому что теплый воздух очень медленно постепенно заменяет замещает холодный если холодный воздух приходит на смену теплому он его оттесняет верхние слои тропосферы и происходит похолодание повышение атмосферного давления ослабление ветра но все равно выпадает осадки хотя они обычно более кратковременные так что друзья мои если вы увидели за окном выпадение осадков идут осадки если они очень интенсивные значит грядет потепление повышение температуры если вы видите осадки не очень интенсивные такие вяло текущие это грядет похолодание и сформировался холодный фронт в зоне контакта двух разных воздушных масс но неизбежно всегда формирование облачности причем достаточно низкой мощной облачности вот такие облака являются конечно же предвестниками образование атмосферного фронта и изменения погоды так что вот такая интересная картина характерна для зоны контакта двух воздушных масс и конечно же мы с вами живя на европейской части евразийского континента находимся под постоянным влиянием двух типов воздуха это морского воздуха умеренных широт приходящего к нам западным переносом с атлантики и очень часто у нас с вами приносит похолодание морской арктический воздух со стороны северного ледовитого океана и вот эта постоянная смена западного и северо-восточного переноса приводит к частой смене воздушных масс и частому формированию атмосферных фронтов ну очень часто теплый фронт ассоциирует с циклонами с областями низкого атмосферного давления а антициклоны с областью высокого атмосферного давления и для циклонов характерно конечно же очень ветреная погода обилие осадков неустойчивость температурная а вот для антициклонов зимой это конечно похолодание яркая ясная морозная погода летом наоборот жарко и сухая ну я вам могу сказать что наверное самым лучшим и одним из первых описание циклонов антициклонов дал свое время великий русский поэт александр сергеевич пушкин как ни странно наверное он был простите один из таких первых метеорологов который даже не подозревал об этом вспомните пожалуйста строки из его стихотворение где он описал эти великолепные природные явления вы послушайте и напишите мне в чате с чем это связано с циклоном или антициклоном вечер ты помнишь в юга злилась на мутном небе мгла носилась луна как бледное пятно сквозь тучи мрачная глядела и ты печальная сидела а нынче погляди в окно что это циклон или антициклон с ветреной неустойчивой погодой со снегопадом жду ваших ответов молодцы ребята конечно это циклон ну а что же дальше писал пушкин а нынче погляди в окно под голубыми небесами великолепными коврами блестя на солнце снег лежит конечно это прекрасная иллюстрация зимнего антициклона вы совершенно правы так что конечно же это очень важная составляющая атмосферы не только ветры но и воздушные массы циклоны антициклоны и атмосферные фронты конечно чтобы разобраться в этой циркуляции атмосферы нужно очень хорошо знать физические свойства воздуха представлять себе как взаимодействовать друг с другом воздушные массы но я думаю что первые навыки понимание изменения погоды вы уже получили как только вы увидите атмосферные осадки за окном вы будете знать что грядет изменение погоды потому что именно погода определяется свойствами тех воздушных масс которые приходят в данную местность и если вы увидите что преобладает западный ветер что давление резко понижается ну готовьте зонтики и ждите очень ветреной очень неприятной погоды ну а если вы за окном увидите солнце посмотрите в рамочке телевизора часто показывают погоду зимой вы увидите довольно низкую температуру высокое давление летом наоборот солнечная ясная погода простите низкую температуру да низкую температуру зимой а летом наоборот высокую температуру и при этом конечно высокое давление но вот давайте все таки еще раз поговорим немножко о климатических поясах и как распределяются в этих климатических поясах воздушные массы конечно когда на границе воздушных масс устанавливаются атмосферные фронты раз воздушные массы зональны значит зональны и атмосферные фронты поэтому на границе раздела экваториальных и тропических воздушных масс формируется тропический фронт на границе умеренных и тропических воздушных масс полярные фронты и на границе арктических и умеренных воздушных масс Сейчас арктические, а в южном полушарии антарктические фронты, атмосферные фронты. Итак, вот карта климатических поясов перед вами. Мы с вами выяснили, что существуют основные и переходные климатические пояса. Еще раз напомню, основные это экваториальные, два тропических, два умеренных и арктические, антарктические. Климатические пояса, ну а переходные, где воздушные массы меняются по сезонам года, это климатические пояса с приставочкой суба. Суба экваториальные, два субтропических и субарктические, субантарктические. Хочу обратить ваше внимание, субумеренных поясов не существует в природе и никогда не делайте этой ошибки. Есть субарктический и есть субантарктический. И в зависимости от того, как Солнце изменяет свое зенитальное положение, в климатических поясах происходит, в переходных климатических поясах происходит смещение воздушных масс. Потому что воздушные массы, как хвост за лесой, смещаются вслед за Солнцем. 22 июня, когда Солнце в зените находится над северным тропиком, все воздушные массы смещаются на север. Поэтому в субэкваториальный климатический пояс северного полушария приходят экваториальные воздушные массы. А мы с вами говорили, они жаркие и влажные. Следовательно, в субэкваториальном поясе будет жаркая влажная погода. А здесь, в субэкваториальном поясе, если вы посмотрите на карту географических поясов и природных зон мира, находится зона саванны редколесий. Следовательно, летний сезон для северного полушария, это июнь-июль-август, будет влажным сезоном. И вся саванна будет зеленой, с обильными дождями, с большим количеством корма для животных. В то время как в субэкваториальный пояс южного полушария придут тропические воздушные массы. Для южного полушария это зимний сезон, хотя июнь-июль-август. И тропические воздушные массы жаркие и сухие. И саванны южного полушария будут выгорать. И животным ничего не останется, как перемещаться в саванны северного полушария, например, в африканские саванны, в поисках корма вслед за дождями. И именно это определяет гигантские миграции животных в Восточной Африке, по территории национального парка, например, Серенгети. Вот эта вечная экскурсия из северного полушария в южное, из южного в северное вслед за дождями и вызывается смещением воздушных масс из основных климатических поясов в переходные. Посмотрите, пожалуйста, 22 декабря солнце уходит в зенитальное положение на южный тропик. И все воздушные массы перемещаются вслед за солнцем с севера на юг. Вот тогда в субэкваториальный пояс южного полушария приходят экваториальные воздушные массы, и там летний сезон, это декабрь, январь, февраль, устанавливается сезон дождей, животные переходят туда по обширным пространствам саванны Восточной Африки. А вот субэкваториальный пояс северного полушария, где зимний сезон, конечно же, приходят тропические воздушные массы, здесь жарко и сухо, а животные уходят отсюда в южное полушарие. Вот такие интересные явления, которые происходят в природе и сильно взаимосвязаны друг с другом. Миграция животных и климат, как это может быть связано, оказывается напрямую, и очень тесные связи между этими явлениями. И иллюстрация, которая показывает, как выглядят саванна и редколесье в сухой зимний период, когда травы выгорают, деревья сбрасывают листву, жизнь замирает, саванна приобретает желтую окраску и во влажный сезон, в летний сезон дождей, природа оживает, вырастают травы высотой до трех метров, например, слоновая трава в Африке, саванна наполняется жизнью, животные производят на свет потомство, и, конечно, здесь всё бьёт ключом, жизнь бурлит во влажных саваннах, и, конечно, всё оживает здесь. Вот таковы особенности атмосферы, и мы с вами познакомились с воздушной оболочкой Земли. Я надеюсь, что многие вопросы, которые у вас были по атмосфере, снялись, а может быть возникло ещё больше вопросов, и вам захочется получить на них ответы, это тоже замечательно. Чем больше узнаёшь, тем больше возникает вопросов. И мы с вами переходим к следующей оболочке нашей планеты. Мы познакомились уже с закономерностями развития литосферы, каменной оболочки Земли. Мы сегодня с вами закончили изучение атмосферы, и переходим к водной оболочке Земли, гидросфере. Вы знаете, что вода – один из самых распространённых химических соединений на Земле. Напомню, формула воды H2O, она есть и на других планетах, но там воды намного меньше. Без неё невозможно существование любых известных нам форм жизни. Может быть, на планетах других планетах и есть жизнь, и может быть, она зависит от других элементов, но не на нашей. И посмотрите, пожалуйста, наземные растения на 50-75% состоят из воды, а такие растения, как огурцы и арбузы, более 90% включают в себя воды. Водоросли 95-98%, медузы на 99%, животные на 60% и человек на 70-80% состоит из воды. В организме растений и животных, а также человека, воды, жидкости более 50% массы. И вода, конечно, на нашей планете находится в трёх агрегатных состояниях – в жидком, в твёрдом и газообразном. В природе она образует гидрологические объекты, такие как океаны, моря, озёра, реки, болота, ледники. В виде водяного пара в газообразном состоянии она находится в атмосфере, она есть в почве, даже в горных породах литосферы. И благодаря своим свойствам вода является также и активным географическим фактором, и очень важной геологической силой. Вспомните, пожалуйста, экзогенные процессы, деятельность текучих вод, деятельность ледников, которые приводят к формированию разнообразных форм рельефа, как на поверхности, так и под землёй. Например, карстовые процессы, пещеры, о которых мы с вами говорили. Конечно же, вода разрушает горные породы, переносит тепловую механическую энергию, осуществляет обмен тепла и влагообмен между океаном и сушей, в виде воздушных масс и ветров. И играет очень важную роль в обмене энергии и веществ между всеми оболочками Земли, а также различными районами нашей планеты. В научную литературу термин «гидросфера» был введён в 1875 году австрийским геологом Эрстом Зюсом. Под гидросферой он понимал единую водную оболочку только в составе Мирового океана. До середины XX века учёные очень сильно спорили, включать ли в это понятие подземные и другие воды литросферы, воды, которые содержатся в атмосфере, в биосфере, ну и, конечно же, воды, которые связаны в твёрдое агрегатное состояние в ледниках. Ну, не вызывало сомнений только то, что в неё должны точно входить воды океанов и озёры с реками, которые очень тесно связаны с океанами. Хотя гидросфера существует уже более 4 миллиардов лет, хотелось бы вам напомнить, что наша планета образовалась приблизительно 4,6 миллиардов лет тому назад, она продолжает, конечно же, изменяться в своих размерах. Но в настоящее время объём гидросферы составляет примерно 1,4 миллиарда кубических километров. Воды, которые распределяются следующим образом. 96,4% – это воды Мирового океана, 3,6% – это воды Суши. Из них 1,86% содержится в ледниках, 1,71% – это подземные воды внутри горных пород, в почве, ну, включая также гравитационные капиллярные воды. 0,02%. Посмотрите, пожалуйста, какой маленький процент содержится воды в озёрах, реках и болотах. И 1,01% в атмосфере. Так что подавляющая часть гидроксида водорода, то есть H2O, то есть воды, содержится в жидком виде примерно 98%. Снег и лёд составляют около 2% гидросферы, ну, а водяной пар – доли процентов. Пресная вода содержится на планете в очень небольшом количестве. Посмотрите, пожалуйста, всего лишь 2,5%. Всей воды – это пресная, остальная вода – солёная. Ну, и большая часть этой пресной воды находится, к сожалению, в виде льда или постоянного снежного покрова в полярных широтах и в горных ледниках. То есть, что остаётся человеку из водных ресурсов? Ну, не входят в неё только воды биосферы, так как при её учёте водная оболочка перестаёт быть непрерывной. Кроме того, содержания воды в живых организмах очень мало, даже по сравнению с содержанием воды в атмосфере. Поэтому содержанием воды в живых организмах, ну, в общем-то, можно пренебречь. Есть и более узкое определение гидросферы. То, что гидросфера – это сплошная оболочка Земли, содержащая воду во всех агрегатных состояниях в пределах Мирового океана. Криосферы – это крио льда, ледяной оболочки, литосферы и атмосферы, принимающие непосредственное участие в полномерном влагообороте, то есть гидрологическом цикле. Согласно этому определению, в состав гидросферы включается и связанная вода литосферы. Но заметьте, что оба определения говорят о том, что гидросфера – это сплошная оболочка. И это по современным научным представлениям абсолютно верно. Это непрерывная оболочка. Итак, несколько интересных фактов. Площадь поверхности Земли, вы помните, составляет 510 миллионов квадратных километров. Из этих 510 миллионов квадратных километров, 361 миллион квадратных километров приходится на площадь Мирового океана. То есть посмотрите, пожалуйста, как площадь водной поверхности и суши соотносятся друг с другом. Явно значительное преобладание водной поверхности. Но это не должно заслонять тот факт, что по сравнению с размерами Земли, моря и океаны представляют собой какую-то ничтожную пленку. Толщина которой при средней глубине океана, а средняя глубина составляет 3794 метра, то есть около 4 километров, составляет всего лишь 1 600 среднего земного радиуса. На гидросферу приходится всего лишь 1 4120 часть массы планеты и еще меньше, конечно, часть ее объема. Почему гидросфера непрерывна? С чем это связано? И что такое гидрологический цикл? Что это за влагооборот? Ну, мы с вами привыкли к выражению круговорот воды в природе. Я думаю, еще в детстве вы прочитали замечательную книжку «Приключения капельки воды». И мы прекрасно понимаем, что да, действительно происходит круговорот воды в природе. Но все-таки его правильнее называть влагооборот, хотя звучит как-то странно, непривычный до нас. Так как этот процесс, как ни странно, не замкнут. Он связывает между собой воды всей части гидросферы в единую сплошную оболочку. Действительно, посмотрите, с поверхности океана испаряется вода, она попадает в атмосферу, облака, ветры, воздушные массы переносят эту влагу в сторону материков. На материках они пополняют озера, болота, ледники. Эти воды устремляются в сторону океана и вроде бы круг замыкается. Сплошная гидросфера является, конечно же, благодаря тому, что воздух всегда содержит водяной пар, даже над самыми сухими пустынями, хотя там его ничтожное количество. И вот этот гидрологический цикл создает условия для переноса энергии и веществ на Земле, участвует в формировании рельефа, обеспечивает жизнь на планете Земля. Круговорот воды, как видите, это непрерывный действующий замкнутый цикл движения воды между гидросферой, атмосферой и летосферой под воздействием солнечной энергии и силы тяжести. Ну, солнечная энергия позволяет испаряться в воде с поверхности гидросферы, а под действием силы тяжести атмосферные осадки пополняют гидросферу не только на суше, но и в самом мировом океане. Осуществляется круговорот воды путем испарения, конденсации, переноса влаги, осадков, поверхностного и подземного стока. В результате круговорота воды происходит ее непрерывное обновление. Составными частями гидросферы являются, как мы уже выяснили, мировой океан, подземные и поверхностные воды, суши и, конечно, вы помните, вода в атмосфере. Но это очень сложный геофизический процесс, основными звеньями которого является вот то, что я вам сейчас называла, испарение воды, перенос водяных паров воздушными потоками, образование облаков, выпадение осадков, поверхностный и подземный сток воды в мировой океан. И, конечно же, в этот геологический круговорот воды встраивается и биологический, биотический круговорот. Вы знаете, что растения всасывают воду из почвы, а затем испаряет ее этот процесс испарения растениями, называется транспирацией. Друзья мои, представьте себе, что во влажных экваториальных лесах за сутки каждое дерево испаряет до 200 литров воды. Вы представьте, какой гигантский поток водяного пара поступает в атмосферу. Но растение потребляет огромное количество влаги в условиях жаркого климата. Любой живой организм поглощает и выделяет воду, используя при этом энергию, полученную зелеными растениями от солнечного света. И на этом существует процесс фотосинтеза. Таким образом, именно излучаемая в виде света энергия солнца и вращает колесо круговорота воды. И не только воды, а круговоротов всех веществ в природе. И неорганических, и органических веществ. Ну, различает несколько видов круговоротов. Большой или мировой круговорот. Посмотрите, пожалуйста. Он охватывает все оболочки Земли, то есть гидросферу, атмосферу, литосферу и живые организмы биосферу. Есть малый круговорот, который происходит над мировым океаном. То есть вода испаряется с поверхности океана, попадает в атмосферу, выпадает в виде осадков на поверхность гидросферы. Вроде бы круговорот замкнулся. Это малый круговорот. При испарении соленая морская вода превращается в пресную. Не забудьте, пожалуйста, что атмосферные осадки – это практически дистиллированная вода. Единственное, что если атмосфера загрязнена, например, над городами, конечно, эти частички водяного пара будут содержать в себе твердые частицы, загрязняющие атмосферу. Мы с вами говорили, это ядра конденсации влаги, на поверхности которых происходит формирование капелек воды или снежинок. Таким образом, атмосфера очень хорошо очищается. И вот этот малый или океанический круговорот, конечно же, он также важен, как и большой круговорот воды в природе. Но малый круговорот, как вы поняли, захватывает только гидросферу и атмосферу. И есть еще внутриконтинентальный круговорот. Вода, которая испаряется над поверхностью суши, то есть испарение растениями с поверхности гидрологических объектов, с поверхности почвы, попадая в атмосферу, опять выпадает на сушу в виде атмосферных осадков. И в конце концов, осадки в процессе движения опять достигают Мирового океана за счет того, что в Мировой океан впадают реки материков. Скорости транспортировки воды в различных состояниях, конечно же, отличаются, как различные временные промежутки расходов воды и времени ее обновления. Вот самая высокая скорость водообмена – это в живых организмах. Ну, попейте побольше воды, вы поймете, что вам очень нужно будет избавиться от лишней жидкости. Организм вам даст об этом знать. То есть это происходит в течение нескольких часов. В ледниках полярных областей круговорот воды протекает за 10-12 тысяч лет. Ну, а воды Мирового океана полностью обновляются примерно где-то за 2070-х, за 3000 лет. Вода в реках, скажем так, обновляется в зависимости, конечно, от объема реки, от ее протяженности. Но в среднем этот показатель составляет 17 суток. Конечно, водообмен между Невой и Амазонкой сравнивать нельзя. И размеры, и полноводность, и многое другое. Но все равно это происходит в природе, и гидросфера не прерывается. Гидросфера продолжает свое развитие и свое существование за счет существования вот этого водообмена, или, как мы его называли, круговорота воды в природе. Итак, друзья мои, до следующей встречи. А в следующий раз мы с вами продолжим изучение гидросферы и познакомимся с очень интересными свойствами вод Мирового океана. Всего доброго, до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok